всем привет дорогие друзья добро пожаловать на канал горячий цех меня зовут мясник ну что же в предыдущем ролике я рассказывал свои дальнейшие планы относительно xcom касаясь только xcom сегодня же мы поговорим о вообще в планах в целом ну и я немножко расскажу кстати почему у меня у меня очень сильно сейчас поменялось как бы это сказать как бы это выразиться жизнь может реально в целиком и полностью во первых начну с того что я наконец переехал в отдельную жилплощадь вот получилось так что вот в этой квартире в которой я теперь живу не жила бабушка бабушка уже старая себе толком заботиться не может хотя как сейчас показала практика это не это не так но не суть уже не суть важно ее на мое место то есть где когда где в квартиру где я жил с родителями а меня в отдельную квартиру честно и именно поэтому кстати говоря вот последний выпуск xcom так долго делался потому что я его записал достаточно быстро именно сам сам геймплей вот а вот этот вот маленький ролик трехминутный где там читаю пафосную речь вот как раз вот из-за того что я не мог его сделать из-за того что у меня первое у меня переезд вот я первый раз своей жизни переезжал и не особо не представлял что такое вот теперь когда переехал целый месяц переезжал по нормальному то есть я теперь думаю с ужасом просто все это представлю а второе у меня в дан вот на данный момент у меня работа очень много работы потому что как вот у меня как показала сейчас практика нынешнее мое место где я работаю а именно если быть точным я работаю в конторе которая дает в аренду разные вещи то есть будь то планшеты ноутбуки игровые приставки электро бытовой инструмент туристическое снаряжение велосипеда и так далее вот это все сейчас сезон сейчас сезон то есть мне каждый день иногда приходится выходить на работу а потому что очень много заказывает велосипедов все не успеваем их все развозить поэтому каждый день приходится на работу выходить но скажу так что за это очень неплохо платит я прям очень сильно с этого доволен и когда ты приходишь домой после работы весь заебанный а у тебя еще перес ну честно было не до канала так что ребят уж извините но я надеюсь кто там ждал некоторые люди вон даже писали типа мы боялись что ты куда-то пропал я пропадаю только по одной теме у меня работа на меня даже уже в обижаются мои ребята друзья которые играют со мной в настольный вархаммер типа саня мы хотим с тобой поиграть а я говорю что ребят извините я работаю практически 70 практически и вот когда у меня подошло т.о. для машины а мне там нужно делать было abs чинить кондиционер чинить ну менять масло фильтра и самое главное менять сцепление вот это все где-то примерно шесть дней длилось потому что ну неважно просто шесть дней вот за это время я успел записать наконец маленький отре отрезок смонтировать его и выпустить финальный ролик вот как только появилась свободно реально свободная минутка потому что помимо квар переезда квартиры квартиру тут еще надо обустраивать отмывать это просто пиздец вот я думал что переезд это реально то есть берешь чик и там не знаю ну два-три дня ну максимум неделя ну уж никак не почти месяц это просто пипец поэтому вот идет такая вот задержка контента поэтому у меня полностью остановилась производства именно кла классов по xcom но потому что тупо времени нету ребят потому что на него надо сесть и просто писать сценарий а просто писать его из головы но я конечно могу накидать его на телефон пока я там на работе опять не получится потому что я за рулем все время еду писать за рулем это гиблое дело причем буквально поэтому вот идет такая задержка контента с другой стороны я неоднократно говорил что когда я живу жил с родителями это не это не и не было видно грубо говоря ну так напрямую но визуально ощущалось что когда я начинаю например особенно вечером записывать ролики я же говорю постоянно голос у меня достаточно звонки и громкий это у меня от отца такое и я как бы все равно да да там по закрываю двери там но во-первых говори до стараюсь говорить тише то есть у меня на заднем фоне назад на заднем грубо говоря на подсознание такая как бы тема то что я все равно своей озвучкой вот этот вот записи запись в сервере кого-то мешаю а родители мне этого не говорят и говорит да все нормально нормально но я же чувствую все это дело что ненормально что я мешаю поэтому грубо говоря иногда приходилось записывать ролики только вот допустим когда вот бер мама дома она наденет наушники закрыт у себя она вообще вот я четко тогда понимаю она меня вообще не слышит я хоть орать буду она меня не услышит и вот в этот вот в эти моменты когда я мог что-то нормально записывать теперь же я живу один тут никого кроме меня нету на соседей мне особо насрать потому что я могу потому что грубо говоря даже ночью могу вот так вот говорить в полный голос мне никто ничего не сделает потому что это не является нарушением вот по закону нельзя шуметь это про это а то есть только вот таким шумным работам типа стучать долбить перфоратором громко слушать музыку а просто разговаривать ну разговариваю я возможно чуть-чуть потише могу но в целом это особо сильно ни на что не повлияет ну и из этого выходит такая любопытная тема теперь я могу на лигурия регулярной основе делать стримы когда угодно когда захочу и так далее орать на них можно ну я сам особо сильно то не ору терпеть не могу вот эти наигранные кривляния на стрима когда уйд до тебя там выскочила какая-то хрень надо покричать тебя убили надо позлиться вот это настолько наигранные тупо я вот веду себя естественно если меня реально разозлили то есть вы увидите неподдельные эмоции на этой теме поэтому кстати скорее всего из то что я не изображаю себя клоуна на канале на стримах поэтому скорее всего стримы не пользуются популярностью хотя с другой стороны да ты же их ни хрена не ведешь то что-то там раз в неделю раз две недели сделал один стрим это ничего не меняет если бы ты делал бы каждый день например а то и не один тогда да и здесь на самом деле по поводу стримов подходим к следующему пункту который я бы хотел обсудить он умеоном я так и назвал его в обсуждении youtube и другие площадки давайте будем честны youtube в россии российской федерации рано или поздно закроют это может случиться например в этом году это может случиться в следующем году это может случиться например даже через пять лет но его закроют однозначно потому что в двадцать втором году и последующие youtube себя показал как ну откровенно говоря он себя скомпрометировал как площадка так тебя по-любому в любой момент твой канал неважно он миллионник или одна тысяча человек его просто возьмут и удалят и ты ничего с этим сделать не сможешь первое что они сделали они отрубили монетизацию на ютубе то есть теперь никто не получает просмотров за деньги за просмотре при этом это касается не только людей кто живут в россии допустим те кто люди кто смотрят тех же российских блогеров например из-за рубежа но они тоже российский блогер тоже от их просмотров как я понял не получает никаких денег и поэтому здесь остается только что продажа прямая продажа рекламы или выклянчивание денег у своей аудитории поэтому я активно вот сейчас посматриваю на другие площадки телеграм ну в телеграме мои летсплеи выкладывать это наверное нереально потому что двухчасовой ну ладно даже часовой ролик но все равно в телеграме как-то не очень телеграм хорош для выкладки каких-нибудь коротких таких видео заводить его чтобы просто публиковать там новости но у меня их не так часто бывает поэтому не вижу смысла по крайней мере пока яндекс дзен блин та еще помойка честно просто из принципа туда не хочу идти хотя может быть и потом все-таки буду просто туда дублировать все что только можно хоть и не вижу в этом большого смысла века вот века на самом деле вот сейчас мне кажется на самом более менее перспективный площадкой потому что я не ну монетизацию там ничего не подрубили но по крайней мере в к то есть один вот несколько какой-то процент людей из моей аудитории я провяжу в к смотрят мои видео нацплей и так далее то есть то есть что-то там кто-то смотрит если принудительно перевести людей туда ну если что мне некоторые говорят что не у всех в к ахе работы то что меня же не только из россии смотрят ну и последнее что остается это рутубы я конечно не знаю что в головах у тех создателей кто это делает в принципе рутуб если сравнивать его как то когда он был на начало 22 года и сравнивать сейчас в середину 23 то есть за полтора года он очень сильно преобразился потому что все понимают что если закрыть youtube вся аудитория побежит на рутуб ну потому что у вас выбора не будет давайте будем честны что если youtube закроют я говорил тогда еще в начале 22 года что я буду даже через vpn выкладывать ролики но я это говорил в контексте что и надо закончить прохождение xcom и я буду его заканчивать неважно на что прохождение закончена по сути с youtube у меня особо больше ничего не связывает кстати у меня последнее время почему-то стал очень плохо работать у меня не прогружаются некоторые там картинки аватарки не знаю может с май с моим интернетом связано может быть он просто стал по сам по себе хреново работать не столь важно так вот чем в чем самая главная проблема для меня в рутубе то то что ролики нельзя заливать выше 10 гигабайт да твою ж мать у меня только один записанный ролик может весить 15 но и потому что я записываю в большом потоковом разрешении придется здесь на самом деле пойти на такие уступки я сначала подумал что да пошел оно все нахер но говорю что одним вк это будет мало надо еще куда-то выкладывать например где тусуется твоя потенциальная аудитория где она тусуется на рутубе его добровольно принудительно людей туда переводят что многих блогеров начинают с ютуба потихоньку сносить яркий пример последний это вот я смотрю канал игровой а xbt games который камп который вот эта компания который сталкер разрабатывает закидала его страйками только просто потому что он русскоязычный никак иначе поэтому на ю тубе честно говоря скоро русскоязычному блогерству ну придет возможно скорее всего конец это мои догадки опять же я не знаю и поэтому надо как надо как можно активнее переводить все свои ролики на другие площадки я не буду честно говоря сейчас вот эти все свои выпуски xcom а umbrella переводить на рутуб хотя возможно просто можно например скачать с рутуба зарендерить в 720p и пусть она просто там лежит ну да 720p то есть ну 1080 ну как-то так себе ну неважно но не столь можно допустим также перекинуть например предыдущие мои игры типа гирс тактикс или вархаммер чаус гейт или по или пройти их по новой специально для рутуба я для для этого вижу только одно нужно по понизить под понизить потоковую скорость записи то есть там у меня было я записываю через abs потому что другие программе мне не подходят там у меня была запись 30000 битрейда я попробую снизить ну хотя бы до 10000 и возможно снизить ролики дочь определен до часа все-таки иногда два часа смотреть это тот же xcom например это что-то из ряда вон выходящие потому что например да там есть миссии которые длятся реально два часа например там конь бой рейд за материалами лишь штурм база адвента скорее всего штурм база адвента ну и последний ролик то есть он там вот длится вот стока но честно скажу что я больше чем уверен пока еще не проверяю думаю так оно и есть что я записываю в 30 тысяч битрейда что в 10 тысяч будут записывать в этого нихрена не увидите этой разницы только просто потому что платформа вот где все выкладываю все ужмет так что особенно если вы на телефоне смотрит вообще не на вообще разницы никакой не увидите ну и я надеюсь что монетизация тот же вк тот же рутуб она будет она рано или просто туда придет но я имею ввиду нормальный монетизация монетизация как было до этого на ютубе потому что вот когда ее отрубили все блогеры в основном все говорили что основной их доход это именно что просмотры их роликов у меня с этим сложнее потому что из-за того что я вставляю какую-нибудь как какую-нибудь нестандартную музыку мне тут же прилетает по шапке за авторские права и тут же монетизацию снимают я так понимаю что как только вы смотрите какой-то ролик на котором который монетизирует владелец авторских прав у меня вот там есть такая шкала то есть до ваш доход он в минус уходит но я уже четко уже тогда понял что как когда отрубили монетизацию ну все это конец то есть если на ютубе у меня еще хоть какие-то надежды там крохотные теплились что вот когда нибудь я может быть там хоть какие-то деньги с него буду получать теперь нет я можно про это забыть на рассчитывать может только на собственной площадке либо на собственную аудиторию и конечно клянчить деньги я вас не буду сейчас очень модно стало заводить так на сайте бусти подписки но какой смысл мне заводить подписку ну просто то есть мне вы как раз вот эти ребята xbt games очень мне нравится своим подходом тем то что мы не делим людей на сорта мы как мы всех одинаково ненавидим да ну это шутка естественно то есть у них тоже есть подписка вот там весь контент все равно вы просто грубо говоря таким образом благодарите автора за его работу ну да и со что они говорили что с бусте заставляет их вести там какую-то более активную активность ну там ну ладно я тоже могу там какую-то активность например там каждый день выкладывать фотки там или короткие видео как я там на работе какие-то велики до их велики таскаю клиентам или еще что-то но что-то в этом духе можно что-то об этом подумать мне кстати даже некоторые подписчики говорят что типа заведите уже просто просто себе подписку там не знаю но я пока особо не решаюсь все-таки аудитория не так я имею в количестве и им слишком мало не вижу в этом никакого пока смысла вот но скоро возможно придется потому что возможно скоро я буду на что-то собирать деньги но это не на на не на мои сраные летсплеи по xcom они честно говоря денег-то и недостойны но это я так думаю конечно вы можете думать по-другому ссылка для на донат если что в описании дело в том то что помимо того что я работаю на основной работе я еще попутно ну как сказать ну не решил но так вот щупаю другую профессию вы сейчас наверно упадете как как в фильме иван васильич меня профессию алло галочка ты щас умрешь вот примерно так же то есть я по я пошел на курсы актеров озвучки и дубляжа да и честно говоря я так и не понял как они металла затащили мне три трижды в контакте вылезли реклама типа приходи научим я думаю хуй с вами пойду и батя еще сказал да я тебя проспонсирую до говно вопрос пошли вот я один курс уже закончил базовый сейчас пошел уже за свой счет пошел на курс профи честно если что надо было идти не летом когда у меня сезон работы а осенью когда сезон спадет но честно говоря мне это очень даже нравится и я думаю а как бы эти навыки можно применить ну можно конечно да там пытаться где-то что-то озвучивать записываться на студии но а для канала что это ну как минимум мне очень много чего рассказали как работать своим голосом как работать с интонациями как вот все вот это делать и так далее это как минимум будет не лишним а как максимум я подумал помните как как-то раз я говорил мол контента не хватает на канале а что если например я буду делать летсплеи какие-нибудь каких-нибудь игр ну таких одиночных например сюжетом без комментирования ну мне сказали что это нет говно как получится братан а если я вам скажу что эти фильмы что эти игры летсплеи будут с моей собственной озвучки как игра фильм при этом там буду не только я я там познакомился с некоторыми людьми очень даже интересными так далее и которые тоже собственно говоря хотят это будет им как реклама возможно даже они бесплатно согласятся может быть и нет но тут я подумал ребят а вы знаете что а есть у меня вот на фоне всего этого родилась такая идея можно сказать даже мечта мечта о чем-то высоком и недостижимом вот есть такая серия игр я думаю вы узнаете гирсов вор собственно одна из них только в тактическом исполнении у меня на канале есть и так вот вы знаете я ни разу не видел чтобы кто-то их озвучивал именно озвучивал на русский возможно что голосов нет таких как например голос маркуса феникса такого баса не найти хотя я в этом наверно сильно сомневаюсь если поискать можно найти так вот у есть у меня такая мечта сделать озвучить все серии гирсу вор вот собственной озвучки при этом я там добавлю немножко матюков потому что когда там персонажи постоянно говорят годземет 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 там и так далее ну как это сейчас говорят кому он гайз солдаты так не разговаривают особенно в пылу сражения можете в интернет открыть и посмотреть как на самом деле разговаривают солдаты во время боя благо и таких видов видосов сейчас полно ну и гирсу вором ничего не ограничивается это конечно очень сложный проект и делать я его буду на скорее всего очень долго но это можно сказать как мечта а что-то допустим более приземленные ну возьмем например серию резидент и вол давайте возьмем ремейк второй части я его озвучу все диалоги там вот эти записки там с этих не так много я допустим могу попробовать в одноголосой озвучки могу кого-нибудь пригласить чтобы допустим женских персонажей озвучивала девушка например а я возьму на себя всех мужских персонажей почему бы и нет это и мне как реклама и вам будет как как разнообразие потому что одним x комом ну мир не полнится сейчас конечно игры выходит мало хороших но тем не менее то есть вот допустим есть и и вот есть x ком где я вот именно комментирую потому что походу у меня только x ком получается хорошо комментировать а есть вот такой вот контент для таких людей и вот возможно на этот контент я и буду открывать подписку и собирать деньги потому что столько не сколько не для себя сколько оплачивания других людей возможно даже на наем звукорежиссера профессионального который мне все это озвучит сведет и так далее потому что я в качестве звукорежиссера ну я не звукорежиссер я не умею этим работать зато вот на курсах я познакомился с отличным звукорежиссером володи который берет не очень дорого но при этом очень качественно все делает при этом и тебя еще самого как актера он же слышит как ты говоришь самого тебя как актера может очень хорошо погонять что а вот здесь скажи вот так а вот тут из фальшивил а вот здесь вот по-другому вот очень классный чувак я вот не ничуть не жалею что с ним познакомился сохранил его контакты и я думаю что скорее всего буду его нанимать и почему я допустим это буду требовать не требовать просить денег у зрителей но я могу конечно сделать первые там один-два раза за свой счет а потом ребят извините ну я не благотворительная организация если конечно это людям вообще понравится и зайдет может быть люди скажут а нахер все это дело нам нужен только x-ком и больше ничего нам не надо тогда да и сидна и и графильма может например сделать свободный от работы а два от всего свободное времени можно да там и как-то самому пытаться и звукорежиссировать и озвучивать ну и так далее ну собственно говоря что ребят планы по созданию игрофильма собственная озвучка это долгоиграющие такие планы этим я буду заниматься скорее всего даже не в этом году скорее всего на начну со следующего так сказать чистого листа в ближайшее время вас ждет x-ком я имею ввиду что вас ждут во первых скорее всего регулярные стримы вот напишите кстати на какой площадке вы бы хотели смотреть твич я не рассматриваю надо будет как-нибудь разобраться чтобы еще в контакте и на ю тубе и на ru тубе одновременно шла трансляция то есть на трех площадках как я раньше это делал буду пытаться так как прохождение именно именно такого летсплея не будет будут стримы я параллельно буду делать пытаться класса x-ком постараюсь как можно их уже начать нормально выпускать теперь мне ничего не должно мешать как минимум если у меня выходной я сижу дома то ничего мне мешать не должно внешних раздражителей не будет ну и собственно говоря будем пытаться создавать вот именно вот вот эту тему насчет монетизации я не я не буду требуется вас денег вот кому надо тот кто захочет точнее тот занесет денег абсолютно вот у меня есть основная работа и она мне приносит достаточно хороший доход вот если получится с актером озвучки будет не вторая так сказать подработка или даже работа который будет приносить мне еще доход но тогда конечно про контент на ю-тубе ну вообще контент на канале давайте уже говорить на ю-тубе а просто на канале он ну будет выходить еще реже но тут уж ничего не поделаешь ребят вот если маячит перспектива в выходной день записать какой-то ролик бесплатно опять же да тебе конечно скажут спасибо мне это очень приятно не вы не вы не подумайте ну или или маячит перспектива заработать денег если вы человек адекватный и взрослый вы выберете со сто процентов вероятность заработать денег потому что это у меня еще нет жены и детей а если они появятся то это вообще то есть все деньги туда будут уходить практически но конечно надеюсь что это не так на этом у меня все друзья всем спасибо за просмотр напишите свои мысли в комментариях буду очень рад почитать ну и увидимся на стримах и в будущих обзорах по x-com по классам x-com long war of the chosen до скорого а